Глава сельского поселения Большая Константиновка, Миронов Владимир Михайлович. Добрый день, дорогие друзья! Я рад очередной раз приветствовать вас на турнире по бильярду, посвященном памяти Петра Николаевича Зайцева. Приятно видеть столько любителей, уже, наверное, можно сказать, профессионалов бильярдного спорта. Пожелать всем участникам, да, хотел сказать, что турнир стал традиционным, сегодня турнир проводится в четвертый раз, в следующий год уже будет какой-то юбилейный, пятый раз будет проводиться. Пожелать всем удачи, борьбы, хорошей, такой честной борьбы, и победит, наверное, сильнейший. Смирно! И слово для приветствия представляете главе муниципального района Кошкинский Титовому Виктору Николаевичу. В четвертый раз Константиновка принимает турнир, посвященный памяти Петра Николаевича Зайцева. Значит, 29 октября текущего года Пётр Николаевичу исполнилось 64 года. Надо сказать, что всю свою, не только трудовую, а в целом, значит, жизнь, действительно он посвящал развитию спорта не только бильярдному, но и футболу, волейболу и других видов спорта, и сам активно принимал участие. Надо сказать, что этот человек любил жить, любил жить, любил людей и делал все возможное, чтобы люди могли заниматься спортом, могли работать успешно. И, конечно же, вот жизнь складывается так, что в какой-то момент она оборвалась. Надо сказать, что этот турнир, действительно, сегодня уже около 100 человек принимают участие, набирают свои обороты, набирают любителей бильярда. И сегодня в Кошкох бильярдный клуб открыт. И, ну, так скажем, в этом районе мы сегодня делаем все возможное, и депутатский корпус, и исполнительная власть для нормальных условий, для создания нормальных условий для занятий физической культурой спорта. И тому подтверждение, наверное, вот Константина в текущем году подпостроили открытую площадку, которая сегодня вот украшает вид села. И, соответственно, значит, есть возможность заниматься не только взрослым, но и детям, значит, детям садиковского возраста, который вот как бы находится рядом с этой площадкой. А всего в текущем году, конечно, вот буквально, я думаю, что в ближайшее время откроется уже шестая площадка, значит, в парке возле детской юношеской спортивной школы. То есть мы сегодня говорим, что, пожалуйста, значит, да, есть возможность, надо заниматься. Ну и надеемся, что все-таки вот результаты вот той напряженной работы, наши с вами совместные, позволят нам, значит, да, более активно заниматься, значит, ну и, соответственно, иметь определенные показатели. Я еще раз сегодня выражаю всем слова благодарности за то, что прибыли на турнир. Я думаю, он будет интересным. Ну а, как всегда, победят сильнейшие команды. Всех с праздником! Слава и приветствия предоставляется почетному гражданину муниципального района Кошинский Травина Алексея Ивановича. Здравствуйте, у нас всех с праздником! Действительно замечательный праздник. Праздник мужчин, я бы так сказал. Вы, женщины, меня не обидуются, но в салон играет в спорт, принимает участие мужчин. И я вспоминаю далекое-далекое прошлое, да, ну, не буду говорить, сколько лет, понятно, это еще в те далекие 60-е годы, когда мы начинали играть, и были металлические шары. Ветераны помнят, значит, ну, естественно, эти металлические шары, хотя не кололись, не ломались, но, тем не менее, тоже почему-то их постоянно нам не хватало. Вот. А сейчас, сейчас, я просто рад, что у нас действительно в районе вот такое идет движение по развитию культуры, развитию спорта, и материальная база укрепляется. Я вспоминаю, когда Николаевичу заступил, главой района в 2000 году, и вот он буквально где-то как-то договорился, и пацанами в Ленинград, под Ленинград туда, там, и в фабрику, где он делал столы, и оттуда привезли порядка 15 столов. Вот, ну, примерно вот таких, да, по-моему, непременно, это, наверное, тот, тому времени стол. Вот, и с этого времени вот пошло, и он действительно был отличным игроком, Город Николаевич, мне приходилось просто с ним иногда бывать, где-то и участвовать, где-то и так далее. Я очень рад, что не сразу я его вот именно утвердил, этот праздник, а вы все понимаете, что не бывает будущего без памяти прошлого. И я еще раз всех вас поздравляю с этим праздником, желаю вам всем удачной, значит, сегодня игры. И еще один момент хотел подчеркнуть, вот, радует тоже то, что на наших спортивных праздниках меньше стало, даже, можно сказать, и не слышно слово «батвы». Вы меня извините, неприятно, когда вот так играют, и вот это вот слово «батвы», а оно нам абсолютно не нужно, это уже без культуры. Поэтому меня радует, что оно у нас потихонечку исчезает из этого секси-кон. Всем удачи, победы, ну и честной, справедливой игры. Ну а судя нашей известной, они очень справедливы, честные. Все доброго! Дорогие друзья, участники, спортсмены, позвольте мне в этот день поблагодарить Виктора Николаевича Цветова за все то, что он делает в нашем районе. Что касается спорта, как он сейчас уже сказал, шестая площадка в этом году строится, ни в одном районе такого нет. По одной площадке строится, у нас в этом году шестая будет площадка. И за этот турнир, который организовал он, поддерживает он, я хотел бы вручить от всех нас, от вас памятный подарок. Позвольте. Петро Николаевич, я хотел бы спеть песню «Команда молодости нашей». Петро Николаевич, я хотел бы спеть песню «Команда молодости нашей». Петро Николаевич, я хотел бы спеть песню «Команда молодости нашей». Командарь, который нам любит. У спорта мы расстанемся не скоро, но в бригаде у меня цветы не нуждят преднадческие любительные углёры в высокосвятовании Валову Виталию Петровичу. Вот одна из новинок сейчас как раз в песне. Я просто не ожидал, что они будут в песне заниматься. Так что у нас много, наверное, пожалуйста, уже призы другие уже. Но больше всего меня, конечно, радует, что с каждым годом у нас появляется больше такой настрой на игру, больше команд. Все заинтересованы играть. Уже за несколько месяцев спрашивают, «Когда будет играем?» Потом, а позже, но они уже примерно знают. Так что очень рад, что вы все здесь. Так, как мы договаривались, у нас три стола. Первый стол, ну, под номером первым у нас, да, один нас стоит. Этот второй стол, этот третий стол. Да, на первом столе начинает играть команда Романовка, Константиновка один. На втором столе здесь Черемшан один, Быковка три. На третьем столе Кормалат два, Физулова. Всего у нас 23 команды сегодня. Готовится в следующей игре Васильевка два, поединок в кошке. Все результаты, подходить к столику, являются результаты. И вы узнаете, когда играете в следующую игру. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Субтитры создавал DimaTorzok